Билет номер 3. Вопрос 1. На каких рисунках соображен перекресток? Перекресток – это пересечение, примыкание или разветвление дорог на одном уровне. Не считается перекрестком пересечения с прилегающими территориями. Судя по рисунку, на рисунке А у нас нарисовано пересечение, но не на одном уровне. Нет перекрестка. На рисунке Б – пересечение с прилегающими территориями. Нет перекрестка. Отсюда вывод. Четвертый ответ правильный. 2. Разрешено ли водителю мотовездехода остановиться в данном месте? Нет, не разрешено, поскольку вне населенных пунктов остановка разрешена только за пределами дороги, за пределами проезжей части, на обочине. Поскольку на рисунке треть транспортного средства находится на проезжей части, ответ второй – правильный. 3. Разрешено ли водителю самоходной машины продолжить движение прямо? Судя по картинке, мы видим перед нами знак «Движение тракторов запрещено». Данный знак запрещает движение в данном направлении тракторов, а также самоходных машин. Но есть исключение. Если водитель транспортного средства обслуживает предприятие, находящееся в зоне действия данного знака, либо водитель транспортного средства проживает в зоне или обслуживает жителей данного дома, находящегося в зоне действия данного знака, то он имеет право подъехать в зону действия знака. Отсюда вывод. Ответ номер 3. Правильно. Вопрос номер 4. На каком расстоянии от неисправного транспортного средства водитель должен выставить знак аварийной остановки вне населенного пункта? Вне населенного пункта знак аварийной остановки выставляется на расстоянии не менее 30 метров, в населенном пункте на расстоянии не менее 15 метров. Ответ номер 2. Правильно. Вопрос номер 5. Белолунный сигнал светофора на железнодорожном переезде разрешает движение. В случае включения красного сигнала светофора движение через железнодорожный переезд запрещено. Ответ номер 1. Правильно. Вопрос номер 6. Разрешено ли поставить на стоянку самоходную машину в данном месте? Мы на рисунке видим знак. Стоянка запрещена. Знак обозначается зона. Следовательно, независимо от того, где данный знак установлен, его требования распространяются как на правую, так и на левую сторону дороги. Отсюда вывод, что остановка или стоянка транспортного средства в данном месте запрещена. Ответ номер 2. Правильно. Вопрос номер 7. Кто проедет перекресток первым? Первым проедет водитель трактора, так как он движется по главной дороге. Ответ номер 1. Правильно. Вопрос номер 8. Что означает данный знак? Данный знак запрещает водителю стоянку по нечетным числам месяца, то есть 1, 3, 5, 7 и так далее чисел месяца. Ответ номер 4. Правильно. Вопрос номер 9. Разрешено ли водителю самовольно открывать шлагбаум? Нет, не разрешено. Поскольку согласно требованиям правил дорожного движения, водитель имеет право проехать железнодорожный переезд только в том случае, если сигнал светофора переключился на белый мигающий сигнал светофора, либо выключился совсем и шлагбаум автоматически поднят. Ответ номер 2. Правильно. Вопрос номер 10. Разрешено ли водителю самоходной машины остановиться в данном месте? Перед нами на рисунке мы видим мост. Остановка на мосту запрещена, если для движения в одном направлении есть одна или две полосы. В данном случае у нас три полосы для движения в одном направлении. И согласно требованиям правил дорожного движения, в этом случае остановка на мосту разрешена. Ответ номер 1. Правильно. Вопрос 11. Что означает данная разметка? Данная разметка обозначает полосу для реверсивного движения. Итого, ответ номер 2 правильный. Вопрос номер 12. На каком расстоянии должен устанавливаться повторный знак, если переезд хорошо просматривается при видимости более 300 метров? Повторный знак устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от предыдущего знака, поэтому ответ номер 3 правильный. Вопрос номер 13. Какие знаки означают выезд на дорогу с односторонним движением? Знак А. Дорога с односторонним движением. Знак Б. Знак С. Выезд на дорогу с односторонним движением. Знак Д. Полоса для маршрутных транспортных средств, находящаяся на дороге. Б и С. Правильный ответ. Ответ номер 3 правильный. Вопрос номер 14. Должен ли водитель самоходной машины уступить дорогу трамваю? Нет, не должен, поскольку перекресток перед нами регулируемый и основной зеленый сигнал светофора дает преимущественное право проезда перекрестка именно самоходной машине. Трамвай в этом случае или водитель трамвая в этом случае должен подождать. Итого. Ответ номер 2. Правильный. Вопрос 15. Какие внешние осветительные приборы должны быть включены на буксируемом транспортном средстве? На буксируемом транспортном средстве при осуществлении буксировки включена аварийная сигнализация. Ответ номер 3. Правильный. Вопрос 16. В каких направлениях разрешено продолжить движение? Рассматривая картинку, мы видим, что в прямом направлении у нас знак так называемый кирпич или въезд запрещен. Этот знак в основном предотвращает выезд водителя на полосу встречного движения. А по траекториям А, Б и Д двигаться можно. Поэтому водитель может двигаться в любых направлениях, кроме С. Ответ 3. Правильный. Вопрос 17. Разрешено ли водителю самоходной машины продолжить движение по дороге, обозначенной данным знаком? Данный знак 5.1 – автомагистраль, на котором движение транспортных средств, а так в том числе и самоходных транспортных средств, категорически запрещено. Кроме этого, запрещено движение транспортных средств, скорость которой по технической характеристике или их состоянию менее 40 км в час. Ответ 2. Правильный. Вопрос 18. Сколько проезжих частей имеет данная дорога? Данная дорога имеет одну проезжую часть, потому что на количество проезжих частей оказывает свое влияние разделительная полоса, которая может быть сделана конструктивно, либо с помощью двойной сплошной линии дорожной разметки. Но, когда разделительная полоса выполнена с помощью двойной сплошной линии дорожной разметки, то расстояние между сплошными линиями должно быть 2,5-3 метра. В данном случае на рисунке показана двойная сплошная линия продольной разметки. Следовательно, если здесь у нас нет разделительной полосы, то дорога имеет одну проезжую часть. Ответ 1. Правильный. Вопрос 19. Обязана ли вы уступить дорогу автомобилю с включенным проблесковым маячком синего цвета или специальным звуковым сигналом? Да, водитель обязан уступить дорогу водителю автомобиля с включенным проблесковым маячком и сиреной или специальным звуковым сигналом, поскольку именно специальный звуковой сигнал и дает преимущественное право проезда перекрестку такому водителю. Ответ 1. Правильный. Вопрос 20. Чем должны руководствоваться водители пешехода, если сигналы регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знаком и разметке? На дороге самый главный человек, который регулирует дорожное движение – это регулировщик. И именно сигналом регулировщика должен руководствоваться водитель в том случае, если эти сигналы противоречат сигналам светофора, дорожных знаков и разметки. Ответ 1. Правильный. Ну как-то так.